Для продавцов рынка Тулпар-2030 утро началось со встречи с полицией. Господа в форме и в гражданской одежде оцепили территорию рынка и приступили к проверке рабочих мест. В рейдовом мероприятии приняли участие более 200 сотрудников правоохранительных органов. У торговцев проверяли документы на автомобили и аксессуары, а также под роспись на специальных бланках знакомили со статьей 196 УК РК, в которой идет речь об ответственности и наказании за скупку краденого. На протяжении часа на базар не разрешали пройти, из базара никого не выпускали. Людям, которые пришли на рынок отовариваться, пришлось стоять у ворот и ждать окончания проверки. Я пришел купить запчасти для машины, но меня не пускают внутрь, поэтому я стою и жду, когда можно будет зайти. После того, как оцепление было снято, нам удалось пообщаться с продавцами. Алмаз Балтабай предположил, что проверка связана со смертью известного фигуриста Дениса Тена. Напомним, у 25-летнего спортсмена автоворы попытались снять зеркала, из-за которых и был убит молодой человек. На алматинских рынках запчасти началась проверка сразу после трагедии. Сегодня и у нас проверили документы на наличие товара. Все это связано с убийством Дениса Тена. По мнению работника рынка Арабая Аскарова, проверка лишней не была. Однако продавец уверен, что для торговцев этого рынка она ни к чему. Краденого товара на прилавках не найдешь. У всех есть разрешение и документы на продажу. Вот предупредили, чтобы не брали ворованный товар. Мы же не берем их. Это может быть где-то в другом месте, здесь нет. После завершения проверки рынок заработал в прежнем режиме. Продолжение следует... Продолжение следует...